Эти грозные парни, палящие из автоматов, на самом деле стреляют по наружку. Они приехали в Мулино не для того, чтобы убивать и калечить, а чтобы поиграть в войнушку. Масштабные игрищи на учебном полигоне развернулись в рамках военно-патриотической игры «Застава-2014», на которой собрались не только нижегородцы, но и гости из других регионов России. Участники приехали из 30 регионов, около 2000 человек. Приезжают как из соседних регионов, так и за тысячи километров. Поэтому фактически можно сказать, что представлена вся Россия. Участниками «Заставы» стали не только представители организаций или объединений, но и все, кто неравнодушен к активному отдыху. Бойцы приезжали целыми семьями и большими компаниями. Едут, потому что здесь позитив, потому что есть возможность встретиться с друзьями, потому что это такой активный вид отдыха, который вовлекает все больше и больше молодежи. Сейчас военно-патриотическая тематика становится актуальной для многих молодых людей и девушек. Кто-то приезжает с детьми, чтобы детей уже потихонечку как-то вовлекать в активный отдых. Оружие в руках не настоящее. Это лишь игровые модели, которые используют в страйкболе. А вот танки и самоходки – самые что ни на есть боевые. На игре были представлены основные образцы военной техники, стоящие на вооружении российской армии, в том числе модернизированный танк Т-72Б3, который уже поступил в воинские соединения Нижегородской области. Ребята и взрослые, те, кто служил и еще только собирается защищать родину, с удовольствием залезали на боевые машины и фотографировались рядом с мощью российской армии. Такая техника нужна здесь не для военных действий, а для антуража, для того, чтобы создать максимальное ощущение настоящей войны. Каждый человек, который либо служил, либо с уважением относится к службе, он всегда хочет поиграть в войнушку, да, и это сохраняет, вот даже у самого взрослого человека, сохраняет ощущение юности и детства, да, физическое состояние. Потому что для многих людей ощущение юности и молодости является основной, составной частью жизни. И вот участие в такого рода мероприятиях сохраняет некий, отстраненный от нашего быта взгляд на жизнь. Но самое главное, здесь особенная атмосфера, связанная с тем, что здесь люди собираются, которые занимаются конкретными делами. Здесь все по-настоящему. Даже журналистов экипировали основательно и вешали им специальные метки, чтобы те не угодили под обстрел. Потому что хоть в страйкболе и стреляют небольшими пластиковыми шариками, но с близкого расстояния такая пулька прижигает очень сильно. А в самых горячих точках съемки вели не люди, а роботы. Перед началом игр спецназ Нижегородского наркоконтроля решил придать участникам боевого настроя. Сотрудники устроили показательное выступление с задержанием автомобиля с наркокурьерами. Ребята из спецназа работали не одни. С ними нарушителей задерживал служебный пес по кличке Рэм. Собака догнала подозреваемого и вцепилась в одежду. Кстати, Рэм не только ловко ловит бандитов, он еще отлично находит наркотики, которые прячут наркодельцы. Обычно в работе Рэм не только этим занимается, он еще ищет наркотики в основном. Помимо этого иногда приходится применять и физическое воздействие, и служебную собаку как спецсредство. После этого спецназовцы присоединились к остальным участникам игр, так как оставаться в стороне на поле битвы было просто невозможно. Да и кому как не этим ребятам приходится каждый день бороться за здоровое поколение и светлое будущее нашей страны. Для общего развития, я считаю, такие игры вообще в принципе нужно организовывать, нужно организовывать обязательно, потому что это идет сплочение коллектива. Это у нас, ну знаете, как выразиться, будет меньше косы от армии, да, будет больше патриотизма. Это обязательно нужно воспитывать, нужно воспитывать это в нашей молодежи, нужно воспитывать это в наши дети, в наших детях. И поэтому здесь очень много моментов, которых и игровых, и серьезных, да, и готовятся будущие защитники нашей Родины, потому что без этого тоже нам никуда. Здесь также очень много и женщин выступает, и девушек. Это опять же играет, ну, очень большую роль в становлении нашей вообще государственности в том числе. Те, кто не участвовал в строкболе, приехали зарядиться патриотизмом. Кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов встретились с участниками боевых действий. О любви к Родине здесь пели и нижегородские группы, батальонная разведка и солдаты «Фортуны». Мальчишки, не попавшие на игру, вовсю глазели на оружие и фотографировались рядом с танками. Мы видим здесь технику, оружие, ну, хоть они и не совсем боевые, но на нас это особое впечатление. Вот. Мы, как бы, ведь мальчишки, ведь тоже хотим пострелять. И нам это нравится. Мы стоим здесь, смотрим и завидуем, может, в какой-то степени тем ребятам, которые принимают здесь участие. Конечно, мальчишкам нравится играть в войнушку. Их привлекают активные игры. Сложно представить себе парней, сидящих дома и вяжущих носки. Лучшим индикатором являются сами дети. То есть есть такой принцип, у одного американского генерала был очень такой хороший принцип. Он назывался, спросите мальчика. Мальчику нравится? Нравится. Мальчик что хочет? А дальше наша, как бы, задача развивать, продолжать. Если у подростка нет возможности выплеснуть свою энергию, то юношеский задор убивает вредные привычки – курение, алкоголь и наркотики. Для того, чтобы избежать этого, очень важно предложить подросткам альтернативу. Это своего рода альтернативный вид отдыха. Мы показываем, что можно не только у компьютера, не только перед телевизором проводить время, и не с бутылкой пива. У нас на мероприятиях действует сухой закон. И ребята получают удовольствие без всяких стимуляторов. Привозят своих жен, детей, показывают им своих друзей, знакомятся с своими друзьями, слушают музыку военно-патриотическую, знакомятся с техникой, ну и просто прекрасно проводят время на свежем воздухе. Трайкбол является альтернативой не только вредным привычкам, но и реальной мерой при борьбе с увлечением компьютерными играми. Ребятишки, потерявшиеся в виртуальных стрелялках, могут вернуться в реальный мир и бегать уже с ощутимым автоматом в руках. Уровень современного ребенка, он очень достаточно такой сложный. То есть дети выросли на современной медиатехнике, компьютерной технике. И сейчас аналога какого-то, аналога очень сложно найти. Чтобы оторвать ребенка от компьютера, оторвать ребенка от телевизора, от современных блокбастеров, боевиков, нужно что-то такое, что действительно ему понравится. Вот страйкбол, как бы, мы считаем, наше такое мнение сугубо частное, что страйкбол – это одно из средств для того, чтобы ребенка привлечь к занятию военным делом, оторвать его от улицы. Вот эта поляна, на которой мы сегодня здесь собрались, она является такой оазисом патриотизма, дружбы и товарищества. Поэтому для меня участие в такого рода мероприятиях – это вот как вальцам на душу, потому что я очень уважаю людей, которые занимаются делом. И, наверное, даже вот сегодня побегов здесь, они на целый год получат заряд бодрости, но самое главное – заряд патриотизма, которого сегодня не хватает нашего времени. В последнее время в Нижегородской области проводится все больше мероприятий, направленных на пропаганду спорта, здорового образа жизни и патриотизма. Сейчас все больше и больше людей понимают, что можно проводить время без алкоголя и активно, что радует. Все больше клубов вовлекаются в такую военно-спортивную, военно-тактическую деятельность. Здесь взрослые своим примером показывают ребятишкам, что значит здоровый образ жизни. Старшие тянут младших за собой. И здесь очень важно, что эти люди демонстрируют детям не бутылки, шприцы и сигареты, а то, что может сделать ребенка здоровым и сильным. Сегодня в нашем обществе раскол происходит внутри самой семьи. И поэтому дети, которые не видят пример своих старших – отца, матери, брата старшего – они, конечно, находятся в очень сложном положении. А здесь собираются все. Вот взаимное коллективное участие в крупных мероприятиях, оно приводит к тому, что формируются такие вот зерна человечности. Потому что в бою нельзя бросить раненого, ты должен вытащить погибшего товарища, ты должен закрыть своей грудью своего командира и так далее. Вот это является основой для того, чтобы мы сегодня могли говорить о новой России. Такие игры показывают детям хороший пример. Но кроме позитивных человеческих качеств, эти мероприятия формируют чувство любви к родине, а также повышают престиж российской армии. Часто мне задают этот вопрос, и даже я сам иногда себе задаю этот вопрос, зачем я пошел в кадеты. Но подумав несколько, я отвечаю и сам себе, и другим людям, что быть военным – это престижно, и каждый, на мой взгляд, должен пройти такое, что мы проходим в школе. В дальнейшем мы планируем идти в вооруженные силы и дальше проведать свою карьеру, военным стать. Все разные по этому направлению, кто на артиллерии, кто в авиации, ну все разные по этому. Мужчина должен быть военным, защищать свою родину. Есть такая профессия – родину защищать. И эти ребятишки готовятся к ней с детства. А помогают им в этом взрослые. Именно они тянут ребят за собой, пропагандируют здоровый образ жизни и воспитывают молодежь в духе патриотизма и готовности к защите Отечества. Наша основная задача – это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Игр – это только как составляющая для того, чтобы отвлечь ребенка от улицы, оторвать его, например, от банки с пивом, от употребления наркотиков, от трудных компаний. То есть пусть лучше дети с нами здесь с автоматами бегают, нежели они неизвестно, в какой подворотне будут героин себе вкалывать. Правильно? Именно взрослые являются образцом поведения для ребенка. Часто подростки полностью копируют старших. И здесь важно, чтобы родители понимали это и вели детей правильным путем. Я могу сказать свой пример. Я не курил никогда. А почему? Потому что у меня в семье никто не курит. Никогда не курил. Смешно даже, когда приходили люди, которые курят, мама говорила, всегда он уходил на улицу, мама говорит, да ладно, пусть мужичком попахнет. То есть это как бы один вопрос. Но самое главное, конечно, это пример моих родителей. У меня не курит брат, у меня не курю я. То есть вот все, кто у нас есть в семье, да, у меня не курит сейчас сын, у меня не курит дочь, да. То есть, ну, наверное, вот это самый важный вопрос, когда мы даем пример своим детям. И если социально человек видит, что вот, ну, понимаете, можно долго объяснять, что это вред, да, там, показывают, там, умирающих от рака, там, легких и многие другие вещи. Но когда вокруг тебя все курят, наверное, проще закурить. Вот я как-то не стремился к этому никогда. Именно потому, что, наверное, дома вот никто этого не делал. Ну, да, спорт, там, многие другие вещи, как таковые, да. Ну, вот все-таки для меня моим примером были мои родители. Люблю читать, люблю гулять, играю, учусь, работаю. И стремлюсь, хочу жить, жить интереснее, жить лучше. Живи по-настоящему. Сегодня, в течение шести часов, в эфире телекомпания ННТВ. Десятый, юбилейный телемарафон всем миром против наркоагрессии. Мы выбираем жизнь. Открытый разговор. Сотни участников. Прямые включения. Откровенные вопросы. Честные ответы. Не оставайтесь в стороне. Скажем «нет» наркотикам вместе. Мы выбираем жизнь. Онлайн-трансляция 3WVREMEEN.RU Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...